Радионуклидная визуализация сигнальных лимфатических узлов Под сигнальным лимфатическим узлом подразумевается такой лимфоузел, который является первым на пути лимфогенного метастазирования опухоли И в случае, если удастся как-либо его визуализировать, этот лимфоузел, потом интероперационно его удалить, отправить на гистологическое исследование То если при гистологическом исследовании придет ответ, что этот лимфоузел не является пораженным Тогда можно считать, что весь регионарный бассейн, коллектор от опухолей является незатронутым в опухолевый процесс В случае же, если при гистологическом исследовании приходит ответ, что сигнальный лимфатический узел поражен То весь бассейн считается пораженным и процесс является диссеминированным, что потребует в дальнейшем проведения регионарного лечения на эти лимфатические узлы Или системного в определенных клинических ситуациях В настоящее время существует множество различных методов визуализации сигнальных лимфатических узлов Используют как красители, так и магнитные и наночастицы Возможно использование эхоконтрастных веществ Однако, пожалуй, наиболее распространенным и популярным методом является радионуклидный метод визуализации сигнальных лимфатических узлов с использованием радиофармпрепаратов Причем этот радионуклидный метод визуализации может применяться для совершенно разных опухолей по локализации Однако, пожалуй, наиболее популярными являются рак молочной железы, меланома, полости рта и гинекологические раки, в частности, рак шейки матки И тем не менее, наиболее частой локализацией, при которой применяются биопсии сигнальных лимфатических узлов, является рак молочной железы и меланома Существуют рекомендации Европейского общества ядерной медицины по визуализации сигнальных лимфатических узлов для следующих локализаций опухолей Это рак молочной железы, меланома, плоскоклеточные раки полости рта и гинекологические раки Вообще, этап биопсии сигнальных лимфатических узлов состоит из трех этапов На первом радионуклидном этапе пациент приходит в отделение радионуклидной диагностики, где ему вводится радиофармбепарат И далее с помощью гамма-камеры или методики ФКТ производится визуализация сигнального лимфатического узла На втором этапе хирургическом интероперационно с помощью специального гамма-файндера происходит детекция сигнального лимфатического узла И его удаление и отправка в последующем на патоморфологическое исследование Существует большое количество радиофармбепаратов для визуализации сигнальных лимфатических узлов Которые различаются как по своему составу, так и по размеру частиц Но в России используются четыре основных препарата Это нанотопс с размером частиц менее 100 нанометров Нанотех с размером частиц около 100 нанометров Технифит, который является достаточно крупной молекулой Имеет размер частиц от 200 до 100 нанометров И алотех с размером частиц меньше 100 нанометров На данном слайде представлены основные препараты, которые используются в России Это технифит, нанотех, нанотоп и алотех На данном слайде представлены этапы приготовления радиофармпрепарата технифит Из техницевого генератора берут элюат-эпертехнитат, который смешивается далее с аллеофилизатом технифита Дальше с помощью специального диспенсера происходит взбалтывание этого препарата Для того, чтобы уменьшить размер молекул Потому что, как я уже упоминал, они достаточно крупные И далее фасуются в шприцы и используются для ведения пациенту А в случае препарата нанотоп этапы, в принципе, те же самые За исключением того, что не используется диспенсер Потому что молекула нанотопа достаточно мала и не нуждается еще в большем уменьшении Теперь поговорим про две локализации опухоли, при которых используются биопсии сигнальных лимфоузлов Это будет рак молочной железы и меланомы Начнем с рака молочной железы Биопсия сигнальных лимфоузлов при раке молочной железы является очень важной методикой Которая позволяет избежать акселярной лимфодисекции И, следовательно, позволяет избежать постоперационных осложнений Основными из которых являются лимфодема При клинически негативных лимфатических узлах Или при наличии одного или двух подозрительных лимфатических узлах Производится биопсия сигнальных лимфоузлов Если в ходе гистологического исследования подтверждается, что сигнальные лимфатические узлы не поражены, то никакого дальнейшего хирургического вмешательства на подмочной области не проводится Если же сигнальные лимфатические узлы оказываются вовлеченными в опухолевый процесс, то существует несколько вариантов развития событий Если в сигнальных лимфатических узлах визуализируются только микрометастазы Или пациент подходит под критерии исследования АКОСОК Z0011 То такому пациенту не проводят акселярные лимфодисекции В случае, если пациент не соответствует критериям АКОСОК Z0011 Или во время операции сигнальные лимфатические узлы не были идентифицированы То такому пациенту проводится акселярная лимфодисекция Кроме того, даже в случае морфологической верификации или цитологической верификации вторичного поражения подмочных лимфоузлов Существуют определенные клинические ситуации, когда пациенту можно ограничиться только проведением биопсии сигнальных лимфоузлов И не проводить пациенту акселярную лимфодисекцию В настоящее время проведение биопсии сигнальных лимфоузлов при раке молочной железы рекомендовано при небольших опухолях При эмульсцентричном росте для больных старшей возрастной группы и для больных с избыточной массой тела Поскольку они находятся в группе риска по развитию лимфодемы При клинически негативных региональных лимфоузлах для оценки лимфотока в парастернальную область После проведения неодевантной химиотерапии и при раке молочной железы на фоне имплантов Не рекомендовано проведение биопсии сигнальных лимфоузлов при больших опухолях При отечно-инфильтративной раке молочной железы, при протоковых карциномах у беременных При пальпированных метастетически измененных лимфатических узлах и при выраженных рубцовых изменениях Вообще радиофарм препарат при раке молочной железы можно вводить в совершенно разной локализации Возможно вводить его внутрикожно, подкожно, ареолярно, субареолярно, интертуморально и перитуморально Единной концепции по тому, как правильно вводить препарат, не существует Однако в нашем центре предпочитают использовать интертуморальный и перитуморальный способ введения радиофарм препарата по следующим причинам В случае интертуморального и перитуморального введения радиофарм препарата Кроме подмышечных сигнальных лимфоузлов могут быть визуализированы лимфатические узлы в других областях Это в паростернальной области, а также в под- и надключичных областях В случае же, если вводить препарат только интердермально или пара реолярно То в подавляющем большинстве случаев будут визуализироваться только сигнальные лимфатические узлы в подмышечной области После введения радиофарм препарата настаёт этап визуализации сигнальных лимфоузлов Который может осуществляться с помощью гамма-камеры или с помощью технологии Аффект-КТ Преимущество технологии Аффект-КТ в целом состоит в том, что получается трёхмерный массив ядерных данных С высоким качеством, при котором возможна точная анатомическая локализация выявленных очагов гиперфиксации А также сопоставление морфологических изменений с функциональными Касательно сигнальных лимфатических узлов Преимущество Аффект-КТ состоит в том, что данная технология увеличивает процент визуализации сигнальных лимфоузлов Позволяет визуализировать скрытые лимфотоки А также точно анатомически располагать выявленные сигнальные лимфатические узлы Так, с помощью обычной планарной сентиграммы можно визуализировать лимфоток в основные зоны Это подмышечные, подключичные и надключичные, а также парастернальные Аффект-КТ-технология позволяет дополнительно увидеть субпекторальные и межпекторальные лимфоузлы Лимфоузлы вдоль латеральной грудной артерии На данном слайде представлен пример сигнального лимфатического узла Который располагается в межпекторальной области Вообще, для чего проводится биопсия сигнальных лимфатических узлов? Я хочу объяснить это на данном клиническом примере У пациентки с верифицированным раком левой молочной железы была выполнена магнитная резонансная томография Где в левой молочной железе выявляется узловое образование, которое активно накапливает контрастный препарат С последующим быстрым вымыванием при динамическом контрастном усилении Далее пациентке была выполнена Аффект-КТ молочных желез с тумаротропным препаратом технетрил Где на границе верхних квадрантов визуализируется образование Которое активно накапливает радиофарм препарат При оценке региональных лимфоузлов не было выявлено никаких изменений со стороны лимфатических узлов Их структура была сохранена, и они не накапливали радиофарм препарат Далее пациентке была выполнена биопсия сигнальных лимфатических узлов И при гистологическом исследовании были выявлены микрометастазы рака молочной железы В акселярном сигнальном лимфатическом узле Проблема заключается в том, что современные методы лучевой диагностики В определенных клинических ситуациях позволяют увидеть макрометастазы Однако микрометастазы и субмикрометастазы современные методы лучевой диагностики Не позволяют выявить из-за ограничений в разрешающей способности Далее рассмотрим биопсию сигнальных лимфоузлов при меланоме Биопсия сигнальных лимфоузлов при меланоме выполняется в достаточно ранних стадиях Это стадия 1b И стадия 2 Несмотря на то, что стадии достаточно ранней Все равно риск поражения оригинальных лимфатических узлов при меланоме В этой стадии достаточно высокий, может достигать 15-20% Поэтому узнание статуса оригинальных лимфоузлов Очень важно для дальнейшей тактики введения пациента В случае биопсии сигнальных лимфатических узлов при меланоме кожи Радиофарм препарат вводится интердермально в четырех точках условного циферблата На 12,3,6,9 часах Отступив от опухоли на расстоянии 1 мм И вводится он только интердермально В случае обширных рубцовых изменений Или рецидивов в рубце Препарат также вводится интердермально в четырех точках По обе стороны от рубца Для того, чтобы адекватно визуализировать все возможные пути лимфоотока При локализации опухоли на туловище Основными коллекторами лимфы являются паховые и подмышечные лимфоузлы Причем собирать они довольно причудливо Могут визуализироваться как только подмышечные или только паховые Как и паховые и подмышечные одновременно Так и паховые и подмышечные одновременно И причем еще билатерально В случае локализации меланомы на коже нижней конечности Основным коллектором являются пахово-бедренные лимфоузлы И поверхностные паховые лимфоузлы В случае локализации меланомы в области головы и шеи Основными коллекторами будут являться Это под нижнечеточные подбородочные лимфоузлы, затылочные лимфоузлы и рёмные лимфоузлы. В заключение хочется сказать, что в настоящее время технология биопсии сигнальных лимфоузлов в медицинкологии Петрова продолжает развиваться. К существующим уже показаниям для биопсии сигнальных лимфоузлов добавляются новые, а также проводятся биопсии сигнальных лимфоузлов для относительно новых локализаций раков. Это рак языка, рак шейки матки. И в дополнение хочется отметить, что биопсия сигнальных лифоузлов и их визуализация помогает индивидуализировать план лучевого лечения у пациентов, тем самым увеличив ее эффективность и позволяя избежать ненужных осложнений. Благодарю за внимание. Продолжение следует...